Как вылупляются цыплята. Домашним выращиванием цыплят занимаются многие фермеры. Процесс вылупления птенцов в инкубаторе протекает с некоторыми сложностями. Молодому фермеру, желающему получить определенную породу кур, просто необходимо знать, как рождаются цыплята. Вылупление цыплят. Процесс рождения цыплят бывает вторых видов – естественный инкубационный. Срок появления цыпленка из яйца равняется 21 дню с небольшими отклонениями в большую или меньшую сторону. Требования к качеству яиц Многие люди пытаются вывести птенцов из магазинах яиц. Биологи объясняют, что эти яйца получены путем портеногенеза, без участия петуха. Курицы на птицефермах несут неоплодотворенные яйца. Такое яйцо представляет собой просто большую яйцеклетку. Оплодотворенное яйцо отличается от пустого – наличием зародышевого диска, кружка, диаметром в несколько миллиметров, на поверхности желтка. Как вылупляются цыплята неприемлемые условия хранения яиц в магазине делают невозможным появление цыпленка даже из-за плодотворенного фермерского яйца. Неподходящий температурный режим, механические воздействия на яйцо не оставляют шанса на формирование плода. Чтобы цыплята смогли выводиться искусственным путем, нужно строго следовать правилам отбора материала. Яйца для инкубатора нужно брать с насеста, отбирая самые качественные. На фермерских рынках нужно приобрести оплодотворенные петухом домашние яйца и соблюдать условия их хранения. Температура – от 10 до 15 градусов, 70% влажности, предохранение от механического воздействия, тряски, ударов, колебаний, хорошая аэрация, наличие свежего воздуха. Численность выводка зависит от того, из каких яиц вылупляются цыплята. Если они хранились более пяти суток, то процент появления цыплят составит всего около 50%. Поэтому закладочный материал должен состоять из свежих, только что снесенных яиц. Хорошие яйца сможет высидеть лишь молодая курица, поэтому возраст несушки не должен превышать вторых лет. К сведению. Преимущество выведения цыплят в инкубаторе в том, что можно заложить до 100 яиц, под наседку кладут лишь от 11 до 17 яиц. Перед закладкой яиц необходимо проверить работоспособность инкубатора, запустив его в холостую на несколько суток. Яйца нужно оставить при комнатной температуре на 8-10 часов. Переворачивать яйца в инкубаторе следует от 3 до 6 раз за сутки. Срок развития цыпленка при достаточном обогреве цыпленок появляется через 3 недели. При кратковременном снижении температуры его вылупление задерживается до 25 дней. Если несушка принимается высиживать кладку, то стабильный температурный режим поддерживается естественным образом. Она оставляет яйца не более чем на 15 минут, отлучаясь только на принятие пищи. Важно! В среднем вылупление цыплят происходит через 20-25 суток. Дальнейшая задержка появления птенца указывает на гибель эмбриона. Срок развития зародыша птенца зависит от температурного режима. Етапы появления цыплят отслеживать процесс вылупления птенцов в инкубаторе можно спустя 18 суток. Появляются характерные для скорого проклевывания первые признаки – звук скрежета внутри яйца, образование маленького отверстия с трещинками. Птенец начинает еле слышно пищать. При обнаружении перечисленных признаков или за трое суток до предполагаемого рождения птенца, 21 день, следует провести ряд действий. В инкубаторе – прекратить переворачивать яйца. Температура должна быть около 37 градусов, уровень влажности – от 65%. Спустя 17 суток яйца нужно опрыскивать теплой водой, так как сухая скорлупа становится жесткой, и птенец не сможет проклюнуться из яйца самостоятельно. Чтобы сохранять необходимый уровень влажности, нужно следить за постоянным наличием воды в нижнем поддоне. Яйца в инкубаторе – как вылупляются цыплята. Примерно на 18-й день можно услышать стук по внутренней поверхности скорлупы и писк сформировавшегося птенца, готового выйти наружу. Обычно процесс появления птенца занимает около одного часа, в редких случаях – несколько часов. Освобождение от яйца начинается с образования наклява, сведнеющимся через него розовым клювом птенца. Во время расширения отверстия по поверхности скорлупы расходятся трещины. Раздается скрежет, царапание когтей по скорлупе, цыплячий писк. Яйцо при этом двигается, так как птенец вращается внутри, раскалывая скорлупу по окружности специальным образованием – яйцевым зубом. Если вылупление происходит естественным путем, то наседка издает призывающие звуки. На следующей стадии становится заметно расхождение половинок скорлупы в разные стороны. В результате последнего резкого усилия птенца обе части яйца раздвигаются. Появляется мокрый цыпленочек с частичками скорлупы на теле. Перед окончательным освобождением из яйца он всасывает остатки содержимого желточного мешка. Это обеспечивает его энергией на первое время. Теперь нужно оставить его в покое на пару часов, можно лишь убрать скорлупу. Птенец должен обсохнуть самостоятельно. Етапы появления цыплят помощь как помочь цыпленку наклюнуться в случае затруднений. Можно положиться на его природный инстинкт, но в сложных случаях птенцу приходится помогать вылупливаться, если цыпленок слабый. Слишком прочная скорлупа из-за низкого уровня влажности. Когда процесс затягивается, цыпленок может задохнуться или потерять силы. На стадии вылупления высок процент смертности ослабленных птенцов. Необходимо, чтобы он сумел расковырить отверстие для проникновения воздуха за 15-20 минут. После образования наклява можно аккуратно удалить часть скорлупы по сторонам, но не более 1 см. Расковыривать отверстие дальше нельзя, так как цыпленок все еще связан со скорлупой кровеносными сосудами. Может произойти смертельная для птенца кровопотеря. После расхождения половинок можно помочь птенцу выбраться. Важно удостовериться, что его тело больше не связано со скорлупой. Что делать после рождения птенца? В нужный срок вылупились цыплята в инкубаторе, что делать дальше? Спустя сутки после появления на свет вес птенца составляет около 35-40 грамм. Он быстро бегает, громко пищит, очень активный. Слабых и вялых цыплят стоит поместить отдельно до их полного восстановления. Птенцов нужно переместить в коробку, высотой не более 60 см. На дно следует постелить плотную бумагу или ткань без ворса. Затем их переносят в брудер. Это ящик с деревянными стенками, сеткой вместо крышки и лампой 60-100 Вт, для поддержания нужной температуры. Можно использовать инфракрасную лампу. Обратите внимание. Дно покрывают 5-сантиметровым слоем сухих опилок. Температурный режим температура должна быть не выше 35 градусов. Важно следить за показаниями термометра и наблюдать за поведением птенцов. Из-за слишком высокой температуры они держатся подальше от лампы, задирают головы вверх. Следует постепенно снижать ее до 28-29 градусов. В первые сутки свету малышей не выключают, а затем начинают формирование правильных биоритмов. Включение света должно происходить в 6 часов утра, а выключение – в 9 вечера. Для обеспечения тепла в ночное время на дно брудера кладут грелку, сверху ящик укрывают шерстяной тканью. Температурный режим питания вылупились цыплята, что делать и как кормить малышей. Раньше считалось, что в первые сутки кормить птенцов не следует. Это мнение признано ошибочным, так как выживаемость цыплят снижалась на 20%. Организм цыпленка все еще продолжает свое формирование, поэтому рекомендуется покормить их в первые 4-5 часов. Сразу после становления на ножки птенцы ищут пищу, поэтому можно насыпать им рассыпчатой еды, пшено, кукурузную крупу, вареный, натертый. На терке желток яйца, можно добавить к желтку манку. Сколько раз нужно давать корм? Кормление в первый день производится каждые 2-3 часа. Для питья используют кипяченую воду или травяной отвар из ромашки, тысячелистника. Обычно у цыплят срабатывает природный инстинкт, и они начинают клевать сами. Обратите внимание. Но некоторым из них придется помочь. Птенцов отсаживают отдельно и начинают кормить с руки, поить с помощью пипетки. Дальнейший режим питания – каждые 3-4 часа. Цыплята в возрасте одного дня могут принимать более разнообразную пищу – крупы, пшеничная, манная, ячневая, пшено, творог обезжиренный. Размолотые овсяные хлопья. Поилку можно наполнить сывороткой или нежирным кефиром. Рекомендуется кормить стартовыми комбикормами со всеми необходимыми витаминами. Можно начинать вводить в рацион измельченную яичную скорлупу без пленки, чтобы помочь пищеварительной системе птенца нормально функционировать. Через 3 дня в меню цыплят включают мелко нарезанную зелень, листва одуванчика, перья зеленого лука, молодой спарыш, подвяленую крапиву. Можно примешивать ее к крупам. К творогу добавляют масляный раствор витамина D. Натертое на терке куриное яйцо можно давать полностью. Важно! Необходимо поддерживать чистоту в брудере, своевременно промывая емкости с едой и водой, меняя подстилку по мере загрязнения. Часто задаваемые вопросы. Не происходит вылупления цыплят на 21-22 день. Зачастую фермер получает из инкубатора крайне малое количество цыплят или же ни одного. Если цыплята не могут вывестись, нужно исследовать причины, связанные с ошибками выведения или природными факторами, неоплодотворенные яйца. Причиной является слабый петух-осеменитель. Хранение яиц в антисанитарных условиях приводит к проникновению патогенных микроорганизмов, плесени, грибка, бактерий, внутри яйца сквозь поры скорлупы. Закладка в инкубатор холодных яиц. Разница температур формирует конденсат, капли которого закупоривают поры скорлупы. Происходит нарушение газообмена внутри яйца и гибель эмбриона. Чтобы зародыш получал достаточно кислорода, необходима хорошая вентиляция внутри инкубатора. Рекомендуется кратковременно открывать крышку с целью проветривания. Переключение температурного режима в разные стадии формирования зародыша. Температуру 37,5-38 градусов нельзя менять на протяжении всего периода развития эмбриона. Протирание и опрыскивание яиц. Куриные яйца от этого будут погибать. Лишь на 19-й день можно провести легкое опрыскивание скорлупы для ее смягчения перед проклевыванием птенца. Цыпленок проклюнулся, но не вылупился если полновозрастной эмбрион сделал проклев, но так и не вышел, то стоит проанализировать возможные. Причины – низкий или слишком высокий температурный режим инкубации и недостаточная влажность в течение всего периода, нехватка питательных. Веществ – повреждение яиц при переносе их в инкубатор, некачественные яйца, заболевание племстада, недостаточная вентиляция инкубатора. Неадекватные повороты яиц, вследствие чего замедляется рост эмбриональных мембран, снижается усвоение питательных веществ. Цыпленок проклюнулся, но не вылупился появился слабый цыпленок, что делать неполноценный птенец может появиться также, если родители страдали от дефицита каротиноидов, витаминов группы В, а также вследствие старого возраста несушки. Куда деть такого птенца? Хилого цыпленка необходимо отсадить в отдельную коробку, чтобы не произошло заражение остальных. Он будет в безопасности, получит нужное лечение, питание, быстрее окрепнет и сможет выжить. Обратите внимание, слабость птенца может быть связана с вирусными заболеваниями, заражением паразитами, инфекциями разной этиологии. Поэтому на 2, 4 и 6 день в профилактических целях птенцам дают препараты, как цидиостаткики, антибиотики. Замирают цыплята в инкубаторе перед вылуплением даже при правильной инкубации некоторые эмбрионы замирают, то есть прекращают свое развитие на одном из этапов. Почему это происходит? Основные причины – старение яйца из-за нарушения условий хранения, вирусная или грибковая инфекция зародыша. Плохая наследственность, дефицит питания родительской птицы, ошибки инкубационного режима, перегрев или переохлаждение, неправильный. Уровень влажности, нарушение газообмена, несвоевременный переворот яиц. Чтобы увеличить выводимость цыплят при инкубации, нужно точно соблюдать все требуемые условия.